Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд Краснодара в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас по городу Краснодару в радиусе 60 километров, а также по Черноморскому побережью, Тюмрюкада, Новороссийска, как с домами, так и с квартирами, как с готовыми, так и со строящимися, и плюс еще по разным ипотечным программам. Что мы с вами будем сегодня смотреть? Мы сегодня находимся с вами в зоне предгоря, в станице Северского района, в центральной районной станице Северской численность населения, который около 30 тысяч, 26 там с хвостиком, по данным последней переписи 2021 года, но официально, конечно, будет больше. Станица, центральный район, на этом все сказано, все здесь свое, хорошая инфраструктура, пешеходная доступность, ну, в общем, все, что необходимо для жизни в станице здесь есть. Будем что сегодня с вами смотреть? Вот такой новый домик, новой постройки 2022 года. Давайте обойдем и посмотрим с самого начала с фасада участка. На земельном участке в 5 соток. Дом у нас с двумя спальнями, мансардного типа по первому этажу порядка 60 квадратных метров, возможность мансарда 43 квадратных метра. Ну, общая бы площадь могла получиться у него 110 квадратных метров, где-то примерно так, но я говорю только всегда о той площади, которая у нас отремонтирована и готова к проживанию. То есть на первом этаже у нас две спальни, кухня-гостиная, санузлы, все это будет жилое с ремонтом и даже с кухонным гарнитуром. А вот возможность сделать мансарду, это уже останется у каждого своя. По стоимости данный объект будет составлять 5 миллионов 200. Дом с подведенными коммуникациями, газ, свет, вода, скважина. Скважина на 35 метров, септик на 5 кубов. По ширине участка у нас порядка 12 метров. На фундаменте забор, на металлическом каркасе профлист по фасаду. Откатные ворота в левую сторону и входная калиточка. Подсыпка, ну, в таком исполнении она останется. Далее больше ничего застройщик доделывать у нас здесь не будет. Что касается машин, то перед домом одна машина встанет сюда, ну и, соответственно, перед домом может еще одна машина остановиться. По строительству дома. Бетонная отмостка по всему периметру. Ленточный фундамент 80 сантиметров лента. Далее цоколь, плита, плита залита, да, вижу. Внутри векоблок, сверху облицовочный кирпич. Сделана система водосток. И крыша у нас двухскатная металлочерепица. Напомню, что возможность мансардного этажа дополнительно сделать есть. Участок 5 соток. Вот сеточка рабица по задней столбике. То есть получастка у нас профлисты и получастка это сетка рабица. Давайте будем заходить в дом и осматриваться внутри. Добро пожаловать в дом. Как уже говорила ранее, дом у нас по первому этажу 60 квадратных метров. И есть возможность у нас мансардного второго этажа. Где обустроить эту лестницу? Ну, здесь можно подумать. Да, возможно, это в зоне коридора. Или же, скорее всего, где-то вот отсюда из зоны кухни-гостиной. Но это уже по желанию. Давайте смотреть то, что есть на сегодняшний день. Площадь коридора 8,9 квадратных метров. Ну, такая хорошая прихожка. Вот сюда прям шкафчик встанет. Далее две жилые комнаты. Посерединке санузел. Давайте будем смотреть первую жилую комнату. Площадь ее составляет 12 квадратных метров. Прямоугольная форма комната. Увеличены размеры окна с перемычками. С улицы тоже красиво смотрится. Везде по дому матовый натяжной потолок. Ламинат лежит на полу. Радиаторы везде установлены. Следующую комнату давайте с вами осмотрим. Она по площади у нас побольше. Почти 17 квадратных метров. 16,9. Высота потолка по дому в чистом виде трехметровая. Внутри метра хорошие потолочки. Также матовый натяжной потолок. Светильники. Вот розетки. Все уже установлено и работает. Зона санузла. Пожалуйста, вашему вниманию. Также плиточка. Облицованные стены. Плитка на полу. Установлен уже умывальник. Сантехника. Раковина, ванна, унитаз, полотенцесушитель. Все это остается в том виде, как сейчас представлено у нас в видеообзоре. Площадь санузла 6,1 квадратный метр. Практически площадь кухни в Хрущевке. Далее переходим с вами в зону кухни-гостиной. Вот через такую арку небольшую, через проем поделена зона. Зона кухни-столовой вот здесь. И телевизионная зона вот на длинную стенку предусмотрена. Площадь общая данного помещения 20 квадратных метров. 19,9 по техническому паспорту. По левую сторону у нас кухонный гарнитур. Варочная, духовой, вытяжка установлены. В общем, вот в том формате, как вы видите, все это уже здесь у нас останется. И на левую сторону у нас выход на террасу. Терраса, наверное, громко сказала, да, выход во двор. Стекла в пол, крылечко залита бетонная. Можно дозалить, чтобы это была терраса. Ну, либо делать на вес, чтобы вот этот квадратик как раз-таки и стал у нас местом летнего отдыха. Ну, в целом, небольшая площадь первого этажа, но очень уютная, теплая. По первому этажу будет здесь, где плиточка лежит, разведен теплый пол. Возможность мансардного этажа сделать здесь есть. Можно ее поднять лестницу отсюда, либо из прихожей подумать, как это сделать. И дополнительная площадь на мансарде есть 43 квадратных метра. Если вам понравился такой объект, двухкомнатный жилой дом в станице Северской, в центральной районе станицы, дом с ремонтом, частично с мебелью, по стоимости 5 миллионов 200, пишите, звоните, с удовольствием покажем, все расскажем. Напомню, что коммуникации здесь центральный газ и свет, вода, скважина 35 метров. А вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Не забывайте про уведомления вот здесь для вас, колокольчики. Каждый день выходит для вас новый обзор. Ну и, конечно, ссылочка внизу на наш телеграм-канал. Рекомендую подписаться тех, кто еще не подписался. Полезная и актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс. Субтитры сделал DimaTorzok